Друзья, этим мы займемся. Давайте начинать 61 часть. Мы с вами на корабле. А куда же нам плыть? Ох, как я всегда говорю, глаза разбегаются в таких моментах. И дух захватывает от осознания того, как много интересного разработчики для нас здесь приготовили. Ну, Голдова. Мне Голдова очень нравилась всегда. Я хочу начать с нее. Давайте зайдем в эту деревню. Посмотрим, что у нас происходит в Голдове. В нашем родном мире. Может быть, купим здесь что-то хорошее? С тех пор, как появились корабли купцов, дела у моего магазина пошли плохо. Почему чужаки так плохо относятся к нам, полулюдям? То по трудолюбию я не уступаю остальным. Так, держать, запросить модернизацию, все в порядке. В такое время я советую тебе почаще менять оборудование. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Так. Запросим модернизацию. Я прям на таком энтузиазме, потому что тихий, спокойный летний вечер и вот такой вот игровой момент в Хронокроссе, когда можно прям на несколько часов утонуть в этой игре. Так что давайте посмотрим, что тут есть. И что мы можем сделать из того, чего у нас нет. Надо ему поставить серебряное ружье. Так. Из оружия нового ничего. Давайте на всякий случай сделаем еще один жилет, а то как-то маловато один. Тут все тоже, с аксессуарами тоже, но думаю, что еще и шлем сделаем, да. Раз уж мы здесь. Большое спасибо, вы придали мне уверенности в себе, я буду стараться. Замечательный музыкальный оборот. Так, а это какое-то каноэ три зонтика. Ой, что это? Вы тоже пришли с материка? Мне нечего продать врагам моего бизнеса. Пока. Какая странная деревня. Люди спокойно уживаются с полулюдьми. И к тому же полулюди даже пооткрывали свои магазины. Это меня раздражает. Это и вас касается. Вы мешаете бизнесу, так что убирайтесь. Надо будет сюда войти потом в нашем мире, в команде, в которой будут только люди. В последнее время в этом месте появилось много посетителей. Не знаю, хорошо это для деревни или плохо. Если у вас есть ненужные элементы, я вам их обменяю на материалы. Давайте посмотрим, что за материалы. Ярмарка. Приветствую вас. Я обменяю товары на ваши ненужные элементы. Так, ну у нас всего хватает. Так что пока не будем ничего менять. У вас неплохая коллекция. Но все равно лучше менять ненужные элементы, чем хранить их. Да, это мы знаем. И пользуемся этим время от времени. Но спасибо за напоминание. Ну что, в дом к доктору. О, он снова грустит. Что? Тебя тревожит сейчас. У медицинской науки есть ограничения. У меня нет сил ее спасти. Проклятие. Но зато ты в силах помочь очень многим. Пусть даже в рамках тех ограничений, которые есть. Тем не менее, это лучше, чем ничего. Ведь так нам очень жаль. Мы можем пустить в комнату к пациентке только ее родственников. Поймите, пожалуйста. А кто же там? Мне кажется, что ее семья давно умерла. Ах, не хочу вас разочаровывать. Вы ведь даже не родственники. Ну ладно. Пока покинем это место. Посмотрим, что у нас там в кафе голдовском. Так, тут работа кипит вовсю. Босс слишком ленив. Я получеловек, но не сильный. У босса не хватает воли. А я совсем вымотался. Боже, он работает как сумасшедший. Как это у него получается? Он вообще отдыхает. Что ж, мне частью мне нужно будет пройти вот так вот. И попредлагать им всякие предметы. Это я сделаю. А пока идем в сторону местного бара. Ну и в кафе. Как я сказал, добро пожаловать в голдов. Ну и мне хочется сказать, добро пожаловать на VirtuaZilla Game World тем, кто может быть случайно попал на этот ролик впервые. И с него начнет знакомство с каналом. Далеко на востоке отсюда есть место под названием Мертвое море, которое всегда покрыто облаками. Странно то, что нигде нет входа туда. Ядовитый коралл опоясывает его со всех сторон. Но мы уже слышали много историй об этом месте. Даже армия Порра, которая принесла столько неприятностей Эльнида, сдалась после нескольких попыток. Эй, вы слышали? Древний артефакт драгонийцев под названием Слеза дракона находится где-то в этой деревне. Если это действительно артефакт драгонийцев, тогда это древнее сокровище. Оно может быть такое же ценное, как и знаменитое замерзшее пламя. Возможно, это преувеличение, но все равно я хотел бы хотя бы один раз взглянуть на эту Слезу дракона. Может быть, у него это получится? Ммм, знакомый повар. Порча. Эй, это маленький магазинчик, но разве это не замечательное место? Ничего нельзя нам получить из этого магазинчика. И даже тебя в команду сейчас не взять. Так, ну давайте ворвемся. Может, она разозлится. Бахнет нас сковородкой по загривку и вступит в нашу команду. А нет, пока не хочет. Так. Ну а вы, друзья, обращайте внимание на отличие этого места от такого же самого места в другом мире. Я стараюсь даже маленькие детали замечать. Всматривайтесь в локации в игре Хронокросс. Они действительно очень круто выполнены. Очень проработано. Очень мастерски. Очень с душой. То есть разработчики вкладывали частичку души в свое детище. И мы это видим и чувствуем. Ничто не сравнится с обозрением спектакля моря. Как ты величественна. О море, Эльнида. Тебя бы познакомить с поэтессой из Арни. Возможно, ваши широкие души нашли бы точки соприкосновения. Красота, природа и море, унаследованные учения богов-драконов, как вдохновляющие. Но когда-нибудь этот мир исчезнет навсегда, смытый волнами времени. Красота, природа и море, унаследованные... Так, это да. Это мы уже прочли. Я думал, сейчас еще что-то новенькое. Начинающееся так же. Так, ну давайте зайдем сюда. А вы путешественники, не так ли? Вы когда-нибудь слышали об осколке звезды? Вот это интересно уже. Давайте, скажем, дослышал. Может быть, вы слышали о монстре острова небесного дракона? Да, конечно. Вы, ребята, на самом деле замаскированные путешественники, не так ли? Так, значит, я слышал, что раньше бог драконов жил на острове небесного дракона. Изначально на всех островах с названиями драконов жили боги драконов. Остров песочного дракона на севере, который исследует наша экспедиция, тоже является таким островом. Но мы нашли только песок и камни. Так, ну, теперь можем, даже не загружаясь, спросить о фрагменте звезды. О море возле тройных островов. Местные называют его треугольник Эльнида. В этом районе можно найти камни в форме звезды. Поэтому их и называют осколками звезды. Особой ценности они не имеют, просто они красивые. Но я верю в то, что они приносят счастье их обладателю. И, может быть, имеют какое-то предназначение. Ведь не случайно они там образовываются, только в том месте. Поэтому я всегда ношу такой камень с собой. Если отойти от темы, то этот треугольник Эльнида очень странное место. Если спуститься под воду, то там будет прослойка воздуха. И по дну можно ходить, как по суше. Вас это удивит. Это место знаменито тем, что, предположительно, там приземлилась упавшая звезда. Ходят слухи, что побочным эффектом этого падения стала прослойка воздуха на дне океана. Эльнида действительно полон загадок и тайн. И от этого мы приходим в небывалый восторг. Потому что все эти загадки и тайны, друзья, будем разгадывать вместе, проходя хронокросс. Так, давайте спросим. Монстр? Один из наших людей занимается исследованием острова небесного дракона. Он тоже носил с собой осколок звезды, как и я. Когда он искал артефакты в руинах, на него напал гигантский монстр и отобрал у него осколок звезды. Прикол заключается в том, что сам парень совсем не пострадал. Да, скажу я вам, если бы я был там в это время, он бы и меня бы прихватил. Разве мне не повезло? Это все благодаря осколку звезды. А? Подождите-ка, тогда почему на него напали? Друзья, ну что ж, здесь есть прямая связь между этими камнями и каким-то монстром на острове небесного дракона. Думаю, что это одна из подсказок, которую мы часто можем получить у NPC в таких играх. Будем об этом помнить. По сравнению с городом наш ассортимент не богат. Но у нас есть редкие элементы, которые вас могут заинтересовать. Я хочу посмотреть. Наверняка заинтересуют. Так, таблеток можно докупить. За таблетку, за таблеточку взяли нашу малолеточку. Так, это тоже докупаем. Как-то мало лекарств у нас. Пусть их будет 20. Даже можно больше, в принципе, расходник. Вот так. Панацеи можно еще 5 штук. Очешение. Снимает все эффекты состояния. Такого у нас нет элемента. Пока десяток беру. Восстановить всех отличный элемент. Вот 99 тоже новый элемент для нас. Только если твой цвет красный временно держит процент попадания для простых атак на 99. Но это вообще очень классно. Если он держит на 99 даже атаки на 3 очка, то это вообще супер. Так, дорогой он. Дорогой, друзья, но даже не знаю. Десяток стоит оторвать? Стоит, наверное. Инфо-взгляд. Только если твой цвет зеленый определяет единицы жизни у противника. Ну, это такой скан своеобразный. Физический отпор. Временно защищает от всех физических атак. И магический отпор это соответственно от магических. Так, ну я прям так лихо по десятке беру. Уже осталось у нас 59 тысяч. Надо будет идти на фарм. Магнит. Манит. Не спит, мешает. Убить. Забыть. Не быть. Хронокросс проходить. Так, этих тоже докупим. Запрет все у нас есть. Ну я в этот раз куплю парочку. Может быть нам еще на что-то понадобится. Вот месть. Переносит свое состояние на врага. Так. Тоже 10. Ну. Запрет все. Давайте пока у нас их будет 5. Хоть немного денег оставить. Большое спасибо. Пусть путь ваш охраняет бог драконов. Я думаю, если бы мне принесли 100к вот так вот. Когда я тут торгую. Максимум, наверное, в лучшем случае. Один элемент несколько дней продаю. То, да. Слушайте, мне очень. Очень меня волнует эта история. Про камни в виде звезд. И про остров небесного дракона. Так. Можно ветром встать? Давайте внутрь. О, кто ты такой? Один из друзей Корчи? Странно. Ваши лица мне не знакомы. Обычно я помнил о лицах всех его друзей, которые здесь появлялись. Ладно. Нечего вдаваться в подробности. Ха-ха-ха. Дом маленький. Но можете располагаться. Мой сын наверху, если он вам нужен. С Корчей, как мы понимаем, мы не знакомы в этом мире. Да и с чего бы не пересекались. Так что, пообщавшись с мамой, сходим и к самому Корче. Посмотрим, что он нам скажет здесь. Кто вы, ребята? Нельзя входить в чужой дом без разрешения. А? Серж? Я не знаю никого с таким именем. Ладно. Если вы больше ничего не хотите, то уходите отсюда. Ну, неудивительно, что Корча нас тут не знает. Вы здесь новенькие, не так ли? Вы знаете, для чего нужны эти провода? Если вы не знаете, я вас научу по льгот цене всего в 5 гил. Не нужно, я и так знаю. Вы точно знаете? Сомнительно это. Хорошо, раз вы уже знаете, то это все упрощает. Ну так и что, вы со мной говорите, потому что хотите попробовать? Как-нибудь потом. А, черт. Позовете меня, когда соберетесь? Какая неприятность. Надо еще просто внизу посмотреть, что там. Классно. Остался диалог Корче, посмотрите, даже здесь. Оно тут уже исчез. Так. Прошарим тут все очень тщательно. На земле лежит какая-то записка. Друзья, не интересует. Меня сейчас нет, если я вам зачем-то нужна. Не стоит меня искать мел. Значит, тут немножко сдвинуты у нас. Вот. Прочитать. А это не интересует, получается. Ну, прочитали уже. Надеюсь, прочтение не поруинит что-то. Это записка от мел. Значит, мел в этом мире тоже есть. Не знаю, правда, живая сейчас или нет. Но пишет, что не стоит ее искать. Может быть, ей пришлось покинуть родной дом из-за чего-то. Любовь несчастная, депрессия, другие аспекты. Надеюсь, выясним. Вскоре выясним. Так, ну здесь тоже вроде бы ничего больше. Давайте сходим, попробуем ветром стать. Ну, давай. Я не интересуюсь сначала. О, черт, это не радует. Я думаю, это хорошая покупка. Хм. А теперь. Заплатим ему 5 гил. Прежде чем вас научить, мне нужны эти 5 гил. Ты заплатил 5 гил. Хе-хе. Ладно, вот краткое описание этого механизма. Провод связан с доками. Второй провод связан с алтарем. В общем-то, это короткая дорога к докам. Это гораздо быстрее, чем попасть туда пешком. К тому же, еще и интереснее. А одна только трудность. Назад вернуться нельзя. Нельзя же пойти против гравитации, не так ли? Да. Мы все исследовали, поэтому осталось лишь ветром стать. Ветром лишь стать. Вот так, да. Так, нас зацепили. Удачного вам полета. Ну, круто. Ну и нам остается еще сходить в храм, друзья. За окном так сверчки стрекочут. Я даже не знаю, будет ли это слышно. Если будет, то я сразу извиняюсь. Только сейчас обратил на это внимание. Ну, просто в такую, я уже сказал, летнюю ночь, в такие места, как Голдова, прийти. Это, наверное, одно из самых больших удовольствий, которые могут получать истинные геймеры. Хм. Вы хотите стать ветром? Я не стану ветром. Это очень плохо. Эй, стой! Судя по твоей внешности, ты родился не здесь. По причинам, которые мы вам объяснять не будем, иноземцам в эту башню вход воспрещен. Немедленно покиньте территорию. Она не получается у нас добраться до жрицы. По крайней мере, сейчас. Так, ну, закупились мы, кстати, прилично. Я экипировал элементы других цветов тоже персонажам. И вы писали, что можно попробовать ловить Соню в тенистом лесу. Но немножко позже все-таки это надо будет делать, поскольку Соня требует левел 7. Не могу пока поставить эту ловушку. Так, зато мы можем попробовать поставить что-то из новенького. Вот, например, очищение. Его можно поставить на первые уровни? Я же не думаю, что вот такие элементы, как очищение, например... Ну, очищение, понятно. Я сознательно так считаю. Вы же все понимаете. Они, когда минусятся, они хуже работают. Вот, например, там есть, да, у нас способность, которая повышает процент попадания. И если ее поставить на первый уровень, это же не значит, что вот... Ну, или вот усиление, да? Вот, предположим, мы ее поставим на первый уровень. Это не значит, что усиление будет в 4 раза слабее. Или все-таки значит. Или такие элементы как раз и классно, выгодно использовать в ячейках первого, там, второго уровня. Вы, пожалуйста, мне пишите, друзья, об этом. Так, ну, а мы посмотрим, что там еще у нас есть вкусненького и новенького. Вот, 99 классно. Но это надо, чтобы цвет стихии был красный. У нас сейчас таких персонажей, к сожалению, нет. На физ.отпор тоже нет, на маг.отпор тоже нет. Месть разве что поставить можно. Ну, это тогда, наверное, тебе. У тебя поменьше будет ячеек для элементов. Может, вместо адского прыжа. Пока что, да? Можно сюда? Давайте тогда. Посещение Голдовы и в нашем мире выдалось приятным, расслабляющим и интересным. Мы с вами закупились новыми элементами. Мы узнали интереснейшую историю об острове Небесного Дракона. И о треугольнике. Теперь садимся в лодку. И двинемся дальше. Так, куда бы дальше? Может быть, попробовать найти тот самый треугольник и заодно посетить остров. Давайте посмотрим, где он может быть. Вот этот еще островок очень мне привлекает внимание. Мертвое море. Так выглядит сейчас. Доступ закрыт. А вот треугольник Ильнида. Помните, мы были в нем тоже? Уже в Another World. Давайте посетим остров Небесного Дракона. Посмотрим, как тут дела обстоят. Очень красиво пришвартовали корабль. Хотя мне и запрещено появляться в этом месте, но мы все равно туда отправимся. Нас, путешественников, еще более притягивает то, что запрещено. Ну да. Так и есть. Так, вот тут какой-то такой интересный уголок. О, ребята. А можно вам ароматы дать? Интересно, откуда он здесь? Из тенистого леса. Почему он не реагирует на ароматы? Слушайте, это как будто карта какого-то лабиринта. Да, обратили внимание вот на это? Я думал, что это проявляется какая-то голограмма секретного храма. Карты секретного храма. Здесь раньше обитал воздушный дракон, но после того, как он исчез, появился гигантский монстр. Он забрал осколок звезды, который мне достался с таким трудом. Но если бы я его ему не отдал, монстр тогда бы забрал мою жизнь. Да, мы об этом немного слышали. Осколок звезды находится на дне моря, в месте под названием треугольник Эльнида. Хотя он и находится на дне океана, там есть прослойка воздуха, и там можно ходить. Так, ясно, что нам нужно отправляться за этим осколком, и тогда мы скорее всего схлестнемся с монстром. Возможно, здесь раньше жили древние дракониты. Здесь под деревом много каменных статуй. Ух ты. Какое-то НЛО просто быстро ретируется. Что это такое? Здесь есть гигантский монстр. Кажется, монстр не нападает на тех, у кого нет осколка звезды. Если вы хотите встретиться с монстром, почему бы вам не найти осколок звезды в треугольнике Эльнида? Но будьте осторожны. Осколок звезды находится в гнезде одноклассника. Ну, хорошо, что не в гнезде Реддита. С одноклассниками там уж точно как-то сладим. Это ж настоящая метафизическая дыра. Ну ладно, не будем о плохом. Давайте посмотрим, что за сундук. Пусто. Ммм. А куда убежал этот парниша? Я нажимаю постоянно кнопку действия, друзья, но вроде как нету его там. Ясно, что нам нужно идти за осколком. Но давайте немного повременим с этим. Конечно, будем держать это в уме. И обязательно перед тем, как дальше двинуться по сюжету, возьмем его и придем сюда. Я просто сейчас захотел проверить кое-что еще. Помните скалы у особняка Вайпера? Если бы мы не выбрали путь Ники, то могли бы по ним подниматься. О, да, они доступны. Давайте посмотрим, что здесь. Я почему еще о них вспомнил? Поскольку нам нужно попасть в подвал. Помните, мы там вентиль с вами крутили. И может быть этим путем это сделаем. Нет, на борт пока не будем подниматься. Будем подниматься по скалам. Так, монстры. Сприк. Готовься. Добавлять их, если они добавляемые. Да, сундуки закрыты. Это супер. Мы добираемся до первого сундука. И Линкс находит капсулу. Хорошо, что у меня их было 98. Но теперь уже 99. Да, и надо бы взять за правило оставлять хотя бы 5 свободных мест. Так, как бы мне туда сейчас прыгнуть? Сюда не хочет. Ладно. Ну, погоди ты. Не совсем то, что я хотел. Мы же можем подняться выше. Так, я чуть-чуть не дожидаюсь. Думал, что уже можно. Тогда давайте дождемся. Как будто лицо из носа брызгает. Вот обратите внимание, как интересно там. У него по-любому насморк. Такая живая скала. Возможно, после прохождения квеста Keepsake и общения с деревом, там я начинаю в скалах видеть лица. Не знаю, друзья. Но бой начинается. А, знакомые ребятишки. В форте дракония мы вас уже крошили. Покрошим и здесь. Интересно, вас здесь тоже усилили? Ну, видимо, да. И уже нормально так. Даже не успели походить. Мне очень нравится этот состав команды. Линкс, Сприк и Харли. И вот с тем монстром, о котором мы наслышаны, с острова Небесного Дракона, я, наверное, буду сражаться именно вот этой группой, если там это сражение будет. Так, ну а мы с вами должны двигаться дальше. Да. Собирать все, что здесь плохо лежит. О, как легко-то. Совсем легко. Ну, ладно, я думал, может быть, два удара выдержит. Не выдержала. Так, бывают с вами какие-то еще ребята в паках? Ну да, уж, совсем они ни о чем здесь. Вышибают просто стычки. Вот, ты нам нужен. Тебя мы еще не добивали. И сейчас это сделаем. Метка. Море красивое. В локации боевой. Так, ну добираемся. На самый верх. Не знаю, есть ли там сундук. Да, есть, и не один. Значит, берем этот. Здесь у нас метрил. Ну, это нормально. Это неплохо. Это ценно. Это полезно. Так, а это оперативно. Сейчас было. Вот так мы не доберемся до второго сундука. Однако, посмотрим, можем ли мы выбраться во двор усадьбы. Нельзя, друзья. Все завалило. Так что, все наше восхождение ограничится сбором сундуков. Но это дело хорошее. Так, туда. Посмотреть, как нам попасть. И еще вниз нужно. Так, ну здесь не избежать сражения. Просто состриг. А ты попадешь в троечки? Красопета. Так. И еще один метрил. Забираем. Так, остается один сундук. Нам, наверное, сейчас посмотрим, друзья. Нет. Два сундука все-таки остается. Сначала будет суждено взять вот этот. третий метрил. Третий метрил. О, что? Это я прям не учел. Так, ну что-то не совсем понятно, честно говоря, когда не добраться. Надо разбираться. так мы доберемся до одного. Ну, хотя, может быть, до второго будет путь. Слушайте, вы настолько ни о чем, что вам нужно убегать. Так, эти усиленные, эти такие не совсем ваншотные. но тоже не успевают даже походить. без сражения мы не сможем добраться, так что будем спиливать. А давайте пусть Харли пометает в них. Она даже походить не успевает. Сбивай. Хорош. Можно отрабатывать просто меткость бросков. Шикарно. Она еще выглядит так как мишень, знаете. так, четвертый метрил. Прямо образовывается он здесь хорошенько. И вот этот водопад приводит нас к последнему сундуку, в котором пятый метрил. Пять метрилов это сила монстров сприк побили. Не знаю добавляются они или нет. Главное, что мы это сделали. Но отсюда мы не смогли попасть в подвал особняка вайпера. Следовательно давайте на высадку и пойдем попробуем поговорить там со стражниками. Либо надо будет как-то там. Но сейчас будем думать. так снова в особняке. Мы все еще продолжаем расследование, но пока еще не нашли подсказок по поводу местонахождения генерала вайпера и его людей. Здесь сейчас проводится расследование. Мы не знаем почему вдруг обвалился особняк. Я больше не чую славу. Это была слава принесенная порами. Некоторые из наших людей отправленных на расследование в треугольник Эльнида не вернулись. Не могли бы вы их проведать если будете в тех краях? Постараемся. С тобой еще надо поговорить. Надо тебя еще добраться. Мы обнаружили вход в подвал здесь. Спасибо за информацию. И там внизу дыра спуститься вниз. Да. круто. Мы попадаем туда куда нужно. Так выхода здесь нет. выходить надо через другие места. Вон там мы видим заваленную лестницу. Исследуем подвал с вами друзья в следующей части. .